В прошлом году у меня соседка по даче выращивала спаржевую фасоль с длинными огромными стручками до 1 метра. Я заинтересовалась такими и зимой приобрела я такую фасольку. Вигна называется каланча. И захотелось мне её вырастить. Она относится к семейству бобовых. Похоже, она на фасоль отличается только составом пыльцы и строением цветка. Меня очень заинтересовало и привлекло одно качество такой фасоли, что они вырастают очень длинными стручками до 1 метра. Ещё очень хорошее качество этой фасоли, что они не вызывают газообразования. Стручки используют как спаржевую настоящую фасоль. Отваривают, жарят, консервируют, делают всевозможные салаты. Большой минус, конечно, что эта фасоль очень теплолюбивая культура. Поэтому от условий, например, сибирских, нужно её выращивать через рассаду и высаживать, конечно, в теплице, в парнички свои, потому что она любит тепло. Как заявляет производитель, высота вот этой лианы, вигны каланчи, бывает до 4 и более метров. Цветки бывают красно-фиолетово, розово-фиолетово такие. Стручки длиной до метра и шириной 1 сантиметр. Срок созревания где-то около 2 месяцев. Первый стручок у меня завязался где-то на высоте 50 сантиметров. Ну и я не могла взять много килограмм, потому что у меня всего лишь было 2 зернышка, которые взошли. Место, конечно, нужно выбирать солнечное и чтобы не было сквозняков. Она не любит сквозняков. Я вот посеяла у ворот возле дома с юго-восточной стороны. Посеяла я где-то в конце мая, вот безрассадным путём. И сразу же я огородила зернышко именно вот бутылкой, чтобы там создавалось тепло и поливала. 6 семечек у меня только взошло 2. Поэтому огромного, большого урожая, конечно, я не получила. Но на семя для будущего урожая на следующий год я, конечно, получила. Так что мой опыт выращивания закончился только на двух кустиков, только именно для сбора семян. Покушать я не успела, заморозить я не успела. Поэтому о качествах, именно какая она на вкус, я не могу сказать. Я свои семена уже собрала. И на следующий год я, конечно, буду сажать в ряду 10 сантиметров. Буду отступать друг от дружки. И между рядами буду оставлять около 50 сантиметров. И буду натягивать прочную такую шпалеру. И она будет, может, таким вот каскадом, как показывают на картинках. Может быть, будет и у меня такая фасоль. Но это поделюсь уже на следующий год, когда я приобрету, когда я со своих семян выращу вот такую стену красивую.